всем привет друзья сегодня с вами снова кочетков александр сегодня со мной едет самый критикующий критик на планете попробует меня на лопатки положить ее зовут нанэ вот и задавайте ваш вопрос товарищ критик александр скажите пожалуйста вот на кровати можно фактически вот прям вот вопрос прям вот вот не могу все я на лопатках сейчас это самая основная женская проблема нифига себе у меня там как кровотечение откроется и меня всю планету залью кровью и все и помру на самом деле ничего такого не происходит почему рассказывать я все вам рассказываю как она в живую происходило в моей жизни это в тот момент когда я вернулся в омск и когда я начал работать в сирогеме как-то работаю слышу она моя коллега ведет лекцию и в эту лекцию в этой лекции она говорит такие вещи что там женщины мои хорошие говорит это вы там когда если у вас месячные вы на ушко нам потихоньку говорите прожектор не ставьте на животик и мы вам температурку будем меньше делать а я такой хлобысь такой меня это зацепило закусила я такой под подошел потом говорю анна дорогая ты моя скажи ко мне вопрос такой с чего ты это взяла то есть ты где-то получила бумагу от сирогема или там мистер пак приезжал вам рассказывал об этом скажи мне эту информацию откуда ты взяла я-то на самом деле как бы думал может быть я в алматы в этот момент чего-то чего-то не дослышал ну как бы мало ли может была лекция а я-то я ее не это не услышал я крутых где-то ну греть же нельзя а у нее мама медик все понятно что нельзя вот и мне скажи где ты эту информацию сила сирогем тебе об этом рассказал или или откуда ты взяла ну нельзя же греть ты понимаешь саша мы нельзя у нас же там женщин немножко по-другому это у вас мужиков все нормально нет анечка пожалуйста скажи где ты в итоге короче выясняется что ну ее полумедицинские мозги ну точнее медицинские мозги как бы ну взорвались ну и она говорит ну это так должно быть я говорю нет так не должно быть и заставил я ее попросил я ее она поэкспериментировала в общем никого она там не залила все у нее было замечательно и все после этого у нас уже глупых таких вопросов не возникало почему я просто ни разу сколько вот я полну полтора месяца грубо говоря я ходил по два с половиной часа это по четыре лекции в день я слушал сидел впитывал вот эту информацию и ни на одной лекции я не услышал слова о том что нельзя в критические дни ну потом был короче куча опытов не опытов не экспериментов ну просто человеке у меня также спрашивали женского полу молодые чуть в возрасте спрашивали а чё а чё я говорю ничего страшного я и коврик клал и и по всякому только не издевался прекрасным полом и все было замечательно то есть это не противопоказание я всем объясняю когда мне говорят там саш если вдруг онкология у меня а вдруг там вот у меня мастопатия хочу делать а нельзя ли греть а щитовидка я всем объясняю вот просто вот аппарат он работает в таком же диапазоне как человеческий организм то есть человек у человека диапазона двух с половиной микрометров до 25 вот аппарат работает 16 вот у него диапазон ну то есть работает 16 микрометров то есть как раз посрединке и я всем объясняю если вам муж допустим на грудь положит ладоху ночью или он квас прижмется обнимет у вас же ничего там не возникнет ниже это только интенсивность температуры соответственно глубина проникновения глубже и все не важно не важно то есть это такой же диапазон то есть человек ну тоже опять же мой мой личный пример это почему меня первые годы жизни там с 2005 до 8 я в принципе хорошо протянул довольно таки почему меня сильно так не загнул хотя загибал должно было загнуть без таблеток очень сильно а меня не загибала почему потому что моя первая жена она меня вот так вот я королькой загибался она мне сзади обнимала и как бы она своим теплом меня прогревала но мы конечно ужасно просыпались потому что в 5 утра у тебя температура резко поднимается и ну то есть в этот момент в 5 утра с пяти до шести иммунитет самый вот у него этот период когда он максимально работает на максимальных оборотах как говорится и многие бехтеревцы это понимаю да что ты утром потеешь жутко если то есть мы просыпались это такая катастрофа была спать какой-нибудь пледик тоненький ты оденешь блин тебя трясет те холодно потому что у тебя внутри температура постоянно 37-37 с половиной градусов и ты а если ты сильно сильнее укроешься все просто нас вот так вот выжимая обоих все мокрые вот то есть ничего абсолютно инфракрасное тепло не делает то есть на аппарате у меня люди получали результат гангрены на аппарате у меня получал результат рак лимфатической системы на самом деле много разных результатов было миома у моей бывшей жены все это вполне возможно только надо понимать если ты начинаешь чем-то заниматься надо дойти до упора потому что вот эти полумеры и самое главное самое главное многие кто вот недавно у меня человек лежал на аппарате потом она мне говорит саша ты понимаешь у меня там матка увеличилась а я объясняю как это работает то есть когда ты начинаешь прогревать глубинно сразу же туда идет приток крови каким образом оттуда все будут ну то есть допустим миома будет разбиваться туда прилетает те вещества которые ну вместе с кровью они начинают наполнять орган то есть почему миома возникает от того что ухудшается кровообращение соответственно питательные вещества в полном объеме не приходят и соответственно лимфа не выводит вот это вот эту гадость оттуда и она начинает как бы сгруппируется в эту миому и потом будет увеличиваться увеличиваться как вот понимаете мне бесит когда врачи говорят это это доброкачественная опухоль какого нахрен она доброго качества никакого она не доброго она злого качества то есть она тебе будет жизнь портить а потом дойдет до какого-нибудь критического размера те херакс трубу отрежут и все это и полу женщина а потом херакс вторую долбану потому что ты же причину не решишь в этот момент вполне возможен прогресс этого заболевания то что она как бы метастаз не дает ну вот только это доброго качества а так ничего хорошего так что не надо ждать когда она там медным тазиком на вас накроет самое лучшее лечение то что наталья скажите профилактика ё-моё то есть если вы вовремя все будете делать ничего подобного у вас не будет не будет и вообще не будете ли потому что уже надо просто брать и делать брать и делать когда у вас мозг будет все видеть что у вас там происходит он будет сам от этого избавляться он не будет допускать эту проблему там внутри то есть миома развилась откуда от того что ваш мозг не видел что там начинает скапливаться скапливаться вот это можно вам все штуку сколько можно для безопасности безопасно чтобы для человека сколько можно лежать временем на кровати за один раз вообще за весь день чем больше тем лучше для профилактики вполне достаточно двух раз как 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 это про лучше сказать зубы вы чистите два раза в день зубы жалко зубы жалко они у меня его нет а почему тоже редиска тоже нет это был стоматолог редиска в моем детстве он мне неправильно зуб полечил клык он не выпал а другой ну он не не полностью раскололся просто на пополам и все ну я же стоматологов боюсь мама же меня никак не могла туда загнать а второй клык вылез не туда куда надо еще а потом он шатался шатался вот отступление так вот зубы жалко да о к стоматологу попадать это дорого но самое то страшное это больно хотя сейчас у нас у кольчики есть там все дела там ах обезболивание то сейчас какой высший пилотаж вот но зубы жалко жалко но зубы вам даже даже вот если у меня все их удалят мне поставят эти пластмассовые я буду кушать все будет замечательно а вот если в вашем позвоночнике что-то вылетает вы извиняйте пластмассовые аналоги стоит очень дорого не так как зубы а не 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 сколько сколько раз чем вот если у вас какая-то серьезная проблема это знаете как мистер чем которому я попал первым главный директор всех центров казахстана я к нему попал на беседу он не сказал ну когда у него спросил вот у меня болезнь бехтерева чего мне делать он мне сказал александр ты понимаешь что все серьезно да конечно понимаю он говорит тебе надо кровать покупать игру дяденька вы что какая кровать я сам сомска сейчас нахожусь в алмате у тети живу в гостях сам на птичьих правах для нет таких денег я получаю пенсию там 6000 3000 отдаю алименты у меня нет возможности покупать аппарат который стоит две с половиной тысячи и он мне сказал один ну то есть аппарат сделан на основе восточной медицины на принципах восточной медицины то есть аюрведы и там сказано сколько человек болеет столько должен лечиться он говорит сколько ты болеешь игну официально семь лет они официально фиг вы же знает сколько я болел и он говорит один раз в день это профилактика два и больше это уже лечение то есть твоя задача биться за свой организм твоя задача выбивать эту проблему да он говорит результаты получишь любом случае до счастья от того что аппарат нам сильнее это все делает но один раз день этого мало ну и тогда конечно предложил свое тело в качестве эксперимента по болезни бехтерева но он сказал что это противоречит политики компании я им сказал я ему сказал вот мы с вами договор заключаем я свое тело на экзекуцию вы мне разрешаете там 5 где хоть ну скажите два раза в день приезжать я буду два раза в день скажите там три раз скажите пять раз я буду пять раз ложится на аппарат а вы уже по моим результатам пишите там аннотацию в болезнь бехтерева там что можно делать к сожалению он мне отказал ну что не делается все к лучшему потом мы все-таки выяснили что можно за деньги и в этот же день мы случайно а все что случайно это не случайно и наталья в том числе задает вопросы такие вот для того чтобы вы поняли что на самом деле мне много вопросов задают а так а так веселее в общем лежать надо столько пока вы не получите стойкий результат точнее то что вы хотите от организма когда вы это получите да потом переходите для профилактики один раз в день без проблем но я говорю хочу чтобы вы понимали что спину надо еще больше беречь чем зубы то есть зубы мы жалеем два раза в день а то и больше там в обед можем еще почистить а вот позвоночники к сожалению мы так не ценим и о них так не заботимся в общем все вопросы пока да все будет у нее еще раз вопросы кстати если вам понравились такие вопросы а а она будет их озвучивать точно чтобы мне было веселее записывать и будет меня подпинывать чтобы я почаще делал эти ролики всем удачи всем пока наталья наш девиз пока пока в роликах какой у меня девиз спасение утопающих дело рук самих утопающих всем удачи всем пока